В Риме на стадии Олимпика проходила эта встреча. Напомню, что в первом круге в Турине «Ивентус» победил 1-0 благодаря голу Марио Манджукича. В состав хозяев команды Клаудио Раньери, Миранте в воротах, Каларов, Фасио, Манулас, Флоренции, Нзонзи, Пелегрини, Дзаньола, Джеко, Эль Шаравик, Люверт. Это Массимеллана Аллегри, состав Юве, Щенсны в воротах, Келлини, Касарес, Дешильо, Спинацелло, Мэттьюиди, Пьяничку, Адрадо, Джан, Роналду, Дибала. Понятное дело, что в Риме болельщики с нетерпением ждали этой встречи. При любых раскладах обыграть «Ивентус» приятно, но тут плюс еще и турнирная мотивация у хозяев была. Атака первая проводит ее «Ивентус», завершает ее своим ударом Квадрадо. Передачу из глубины поля выполнил Мэттьюиди, разогнал атаку Джан, но Акадо Квадрадо не забил. Миранте здесь свою команду выручил. Ответ Ромы пытается зацепиться за мяч Клюверт, вот его теряет, Келлини смотрит по сторонам, делает передачу на левый фланг. К Криштиану разгоняется, входит в штрафную португалец и делает пас на Паула Дибала, который бьет, казалось бы, наверняка в дальний угол. Но Миранте здесь действует сверхнадежно. В новой форме, образца следующего уже сезона «Ивентус» играл. Еще одна позиционная атака туринцев. Джан получает мяч на подступах в чужую штрафную, делает пас на Роналду. Португалец пытается выйти на ударную позицию, останавливает его на Зонзи. Роналду недоволен тем, что и арбитр не свистнул, не увидел там нарушение правил. Быстрая атака Ромы. Эль-Шарави делает пас на Пелегрине. Тот бьет и попадает в стойку ворот. Напряженная была игра. Небольшое преимущество было у гостей в первом тайме. Снова «Ивентус» атакует большими силами. Пьянич навешивает штрафную. Скидка на Роналду. Тот делает пас на Дибалу. И опять Миранте совершает сейф. Только в первом тайме Павел Дибалу мог оформить дубль. Уже после того, как мяч отскочил от штанги в поле, Фася успел его выбить за боковую линию. Первый тайм завершился в ничью 0-0. В перерыве тренера замен делать не стали. Рома заиграл агрессивнее. Свобода была у Эль-Шарави. И в этом эпизоде он сделал передачу на Клюверта. Прострел. Удар не получается у Стефан Эль-Шарави. А вот добивание опасное. Атака «Ивентуса». Выход один на один. Криштиану забивает. Но он даже не успел отпраздновать это событие, потому что взять те ворота в итоге отменил арбитр. Работал на этой встрече Давида Масса вместе с своей бригадой. Вот. Хорошо на этом повторе, на этом стоп-кадре все видно. Ранили. По ходу второго тайма делал замены. Выбустил Кристанто вместо Пеллегрини. Выбустил Ундера вместо Клюверта. Кристанто вышел в середину поля. Ундер на фланг атаки. Еще одна атака Юве. С участием Эмрэджана. Удар в ближний угол. Снова парирует мяч. Антонио Миранте. Появляются разрывы в линиях у Ювентуса. Мы видим. Не успевают вернуться назад полузащитники. И вот такой удар хозяева наносят. За пределы штрафной. Щенсны в этом эпизоде. Свою команду выручает. Пробивал. Сафанель Шарави. Флоренции. У него передача на Джеку. Центр обратный. Пас штрафную. И Флоренция переигрывает. Голкипер 1-0. Рошла 79-я минута. Рома вышла вперед. Сандро Флоренции. Забил свой третий гол в сезоне. Джеку выполнил результативную передачу. Красивая атака с эффектным завершением. Ну и публика была в восторге. И он попытался ответить уже в добавленное время. Вот такая подача была угнана в штрафную. Квадратный мяч подобрал. Потерял равновесие. Упал на газон. У Рома появился шанс провести контратаку. Джингиз Ундер, высший на замену. Обрал скорость. Видел прекрасный 1-й Джека. Сделал у него передачу. Баснеец поставил жирную точку в матче. 2-0. Рома обыгрывает чемпиона Италии. Ундер, высший на замену. Делает голевой пас. У Джека в этом матче по стимболу спас. 1-1. Рома набирает 62 очка. Догоняет Милан в таблице. И сокращает свое отставание от 4-го места. До 1-го очка. Но у Интера еще игра в запасе. Тем не менее, Рома включается в борьбу за место в Лиге чемпионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова